Приветствую, с вами Якимов Игорь. Недавно просматривал ролики на ютубе и нарвался на один ролик, в котором один инженер-электрик рекомендовал вначале поменять счетчик, а потом писать заявление в энергосбыт. Я вам так скажу, никогда не делайте так. Когда вы пойдете давать заявление в энергосбыт, вам могут предложить, что к вам придет инспектор и он лично снимет пломбу. Если окажется, что у вас счетчик уже поменен, то это воспримется как нарушение пломбы и вам сулит большой штраф. В каких случаях надо снимать пломбу? Во-первых, если у вас неисправность электросчетчика, если на циферблате не видны цифры, по которым надо читать, если в вашей квартире нету света по причине неисправности электросчетчика, если он показывает неправильные показания. Основные причины, почему надо менять счетчик, я рассмотрел видеоролики, как заменить электросчетчик самостоятельно. Смотрите ссылку в описании. Во-вторых, пломбу приходится снимать, если неисправен водной автомат. Он может сам по себе выключаться или может он не выключаться даже тогда, когда вы поднимаете рычажок вверх. Также он может выключаться при малом токе. В-третьих, это может быть отгорание подводящих проводов. То есть, если электрик изначально зажал не очень крепко провода в автомате или счетчике, они могли нагреться и отгореть. В-четвертых, вы можете почувствовать запах гари и искрения проводов в районе счетчика или вводного автомата. Это хорошо заметно тогда, когда темно. Вы выключаете свет и видите в районе клейма электросчетчика или вводного автомата искрение и также присутствует характерный запах. Так как же снять пломбу, чтобы поменять счетчик? Во-первых, вы можете лично прийти в энергосбыт и написать заявление. Оттуда могут прислать инспектора, который запишет последние показания и снимет пломбу. Или могут предложить снять пломбу самим. При этом эту пломбу надо обязательно сохранить. Во-вторых, вы можете позвонить в энергосбыт и пригласить инспектора для снятия пломбы. В-третьих, вы можете вызвать электрикожесса. При этом учтите, чтобы этот вызов был зафиксирован и вам должны дать бумажку о том, что у вас с этим электриком была снята пломба. Но бывают ситуации, допустим, пятница вечер, энергосбыт не работает, служба ЖЭСа не работает, а у вас нет света в квартире. Что делать в этом случае? Вы обращайтесь в аварийную службу. При этом они присылают к вам специалистов, которые восстанавливают у вас свет и при этом снимают пломбу. При этом этот вызов фиксируется и данные этого вызова передаются в энергосбыт. Или аварийная служба может предложить вам самим снять пломбу. Они также зафиксируют ваш вызов и передадут в энергосбыт информацию о том, что пломба снята. После того, как вы произвели все ремонтные работы, вы должны поставить пломбу на место. Как это делается? Вы должны лично прийти в энергосбыт и написать заявление на пломбировку счетчика. Это заявление вы могли написать и тогда, когда лично ходили в энергосбыт по поводу снятия пломбы. После этого вам предстоит оплатить услуги по опломбировке счетчика. В моем случае опломбировка счетчика стоила 270 рублей. В вашем случае это может быть другая цена. После того, как вы произвели ремонтные работы и произвели оплату опломбировки счетчика, вы согласовываетесь с энергосбытом, когда к вам должен приехать инспектор. В назначенное время инспектор приезжает, проверяет правильность подключения электрощетчика и вводного автомата и устанавливает пломбы на счетчик и на автомат. После этого выдает акт о выполненных работах, в котором указывается показания счетчика. Если была замена электрощетчика, то в этом акте указывается показания старого счетчика и показания нового счетчика. Я надеюсь вы разобрались в каких случаях снимается пломба и как сделать так, чтобы это было законно. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы первым узнавать о новых видео на моем канале. Ставьте лайк и делитесь с друзьями, если информация была для вас полезна. Задавайте вопросы в комментариях и конечно делитесь своим опытом по теме обслуживания счетчиков. До встречи в новых видео!